2020-й в нашей стране объявлен годом памяти и славы. До конца года во всех образовательных учреждениях, домах культуры, а также ведомствах будут проходить мероприятия, посвященные годовщине Победы. В Доме культуры поселка Афибский прошло официальное открытие юбилейного года. Со сцены ко всем собравшимся обратился глава района Адам Джарим. Год памяти и славы дает возможность не только заполнить пробелы в знании истории страны, но и вовлечь молодое поколение в реализацию тысячи патриотических проектов и мероприятий, которые мы проведем в этом году. И все это с главной целью – сохранить память о великом прошлом страны, о подвигах советских и российских солдат, о стойкости и самоотверженности жителей нашей страны. Главные герои праздника – ветераны войны. В зале присутствовали фронтовики Александр Павлович Кичик, Григорий Георгиевич Ленко, Владимир Айказович Веробян и блокадница Нина Ивановна Веривская. Им вручили цветы и еще раз поблагодарили за мирное небо над головой. На празднике состоялось торжественное вручение паспортов ребятам, достигшим 14-летнего возраста. Со сцены свои первые документы получили пятеро юных жителей района. Продолжился праздник масштабным концертом, в котором приняли участие студенты Краснодарского Краевого колледжа культуры и лучшие творческие коллективы Северского района. Дорогая моя, поцелуй, ты вечер синишку, знай, что вас от беды я всегда сберегу. После концерта участники мероприятия смогли посетить интересную экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне. Ученики и студенты смогли познакомиться с экспонатами и фотографиями, представленными на стендах.